В день города Тихий Белозерск превращается в шумную столицу. Впрочем, так можно сказать только о толчее на улицах. В остальном все очень по-своему, по-домашнему. Вячеславу Румянцеву присвоили звание почетный гражданин Белозерского района. За доблестный труд он работал учителем. Среди аплодирующих зрителей бывшие ученики, нынешние соседи. Так что поздравления получаются по-особенному теплыми. Рассказывая о воспитанниках, Вячеслав Федорович приосанивается. Их успехи для него, как медали на груди. Великолепные. У меня пять девиц, которые запомнились. Во-первых, Ольга Олеговна Васильева, врач. От сцены, где завершилась официальная часть праздника, нужно торопиться к каналу. В небе уже появился маленький самолет. Он храбро выделывает в небе мертвую петлю. Рокот мотора смешивается со звуками саксофона. Уличного музыканта зовут Альберт. В общем-то, он мастер по ремонту стиральных машин. День города – праздник для души. А обычно вы где выступаете? Дома, у себя в квартире. Уже просто духовику сейчас. Работы нет, приходится вот так. Стиральные машины еще? Да. Программа празднования в Белозерске очень большая. Сейчас мы только что посмотрели авиашоу. Еще где-то сейчас начинается Бардовский фестиваль, футбольный турнир. А если вот пойти туда, то там проходит концерт. Нынешний день города не юбилейный. А вот прошлый отмечали с большим размахом. Тогда ремонтировали дороги, реставрировали здания. Обветшавший городок нужно превратить в туристический центр. Такую задачу ставит перед собой правительство Вологодской области. Белозерск становится одним из самых ухоженных, благоустроенных районных центров Вологодской области. По крайней мере, здесь самая красивая в области набережная. И очень неотрадно, что белозеры стали следить за своим городом, стали за ним ухаживать, уходят на субботники, стараются сделать его краше. То есть вот празднование юбилея Белозерска дал мощный толчок, я считаю, для того, чтобы этот город становился с каждым годом все лучше. Это здание тоже отреставрировали. В купеческом особняке 19 века расположился музей Белого озера. Открылся он в нынешний день города. Таких в России раз-два и обчелся, в буквальном смысле этого слова. Экспозиция посвящена природе озера. Озеро всегда определяло и расселение людей на Европейском Севере, как пересечение торговых путей, благодство природными ресурсами, рыбой в первую очередь, определяло занятие местного населения. То есть наш музей рассказывает о природе Белого озера, о самом Белом озере, ну и о традиционных формах природопользования. Знаменитая царская рыба в Белом озере теперь не водится. Впрочем, в музей нас уверили. Другая рыба, даже вот такие огромные экземпляры в глубине плавают. Помните, как обычно при посещении музея строгая смотрительница шикает на посетителей, чтобы те ничего не трогали руками? Здесь все наоборот. Можно открывать ворота старинного амбара. Можно забираться в лодку. Можно даже в ней сфотографироваться. Музей современный, интерактивный. Да и сам старинный Белозерск весь целиком словно большой живой музей. Может поэтому к нему на день рождения и собирается так много гостей.